Итак, 500 грамм мацони, гатых или простокваша, добавляем 1 чайную ложку соды, перемешиваем и ждём, когда начнёт пузыриться. Итак, пузырьки у меня идут, у вас может быть она не видно, потому что посуда белая и как бы простокваша тоже белая. Вот, пузырится, это значит, что сода погасилась. Добавляем сюда 1 чайную ложку соли. Дальше сюда 2 яйца. Так, это перемешаю. Добавляю сюда 1 пачку сливочного масла, можно маргарин. Одна пачка это где-то 180-200 грамм. Растопить и добавить. Дальше добавляю муку. Сейчас точно скажу вам, сколько стаканов у меня ушло. Так, значит, 1 стакан 200 граммовый. Просею. Второй. Третий. Стакан стакана, это точно. Перемешаю. Дальше уже надо после каждого стакана перемешивать, чтобы слишком твёрдое тесто не получилось. Видите, ещё жидкое. Значит, четвёртый стакан. Пятый стакан. Всё, теперь я руками буду перемешивать. Шестой стакан пока полностью не добавляю, понемножку. Вот оставшиеся полстакана тоже добавила. В итоге 6 стаканов. Может уйти 5 стаканов, может 5 с половиной. Смотрите, уже слишком твёрдое не делайте, если хотите, чтобы мягкий пирог был. Вот, уже собралось тесто, и не очень-то липнет к рукам. Если чуть-чуть липнет, ничего страшного. При раскатывании всё равно посыпем мукой. Главное, чтобы она не впитала много муки сейчас. Она ещё чуть-чуть отдохнёт и подойдёт. Как раз немножко ещё соберётся. Всё, посмотрите. Очень мягкое тесто, немного прилипает. Всё, оставляем её здесь. Накроем мы его и дадим отдохнуть хотя бы минут 20. Так, делаем начинку. Значит, в начинку входит у нас сыр. У меня здесь грузинский домашний, солёный. И я его разбавляю творогом. Творог у меня такой вот мелкозернистый. Пискарёвский. Можете сделать и сулугуни. Можете к творогу добавить сулугуни. Если получится не солёный сулугуни, то чуть-чуть посолите. У меня сыр солёный, поэтому я разбавляю творогом. И получится как раз соль в меру. Перемешиваем. Лучше руками. Но делать так, чтобы вот, когда перемешиваете, как бы рассыпчато, чтобы получилось. Не надо, чтобы они слиплись. Проверьте на соль. Если соли мало, добавьте. А если много, добавьте творога. Посыпаем стол мукой. Берём наше тесто мягкое. Посмотрите, оно какая мягкая. Если будете делать больше муки, то получится слишком крепко. Всё, делим на две части. Пока отложим в сторону. Теперь вот и раскатываем. Толщина где-то, ну, где-то, может, сантиметр, не больше. Даже, может, меньше. Так, вот моя, значит, мой противень. Форму я постелила пергаментом. Кладу тесто сюда. Ну, вот толщину считайте, что по форме вам надо сделать. Форма у меня, значит, противень на духовку 60. Всё, вот я раскатала. Смазываю немного размягчённым сливочным маслом. Посыпаем сверху сыром. Сыра, да, кстати, я забыла сказать, что сыра у меня было где-то грамм 300. У меня два творога было. Видите, начинки как много. Так, раскатываем второй слой. Я делаю начинки больше, потому что, допустим, если был один слой, ладно, сверху же кладём ещё один слой. и сверху тесто, и снизу тесто, чтобы начинки мало не получилось. Вот, теперь его кладём сверху. Так, всё упало. Кладём сверху. Распределяем вот эти вот концы. Слепляем, либо кладём под низ, чтобы сыр оттуда не вытекал. Вот так вот соединяем вот эти концы. Защемели всё. Края. В середине делаем небольшое отверстие, чтобы верх не надувался сильно. Такую дырочку. Вот так вот. Чтобы внутри всё хорошенько пропеклось. Так. И сверху смазываем желтком. Можно сделать вилочкой узоры какие-нибудь. Кладём в духовку на 200 градусов до румяной корочки. Вот у меня он поджаривается на нижнем уровне. Верхний уровень я... Если есть у вас нижний уровень и конвекция, то лучше включить их вдвоём, без верхнего уровня. Так снизу она хорошо готовится. Вообще любой пирог так вот, без верха лучше готовится. Видите, всё равно он поджаривается сверху. А если и сверху, и снизу, получается сразу быстро очень. И внутри как бы может не докотовиться. Если нет конвекции, если обычная духовка, ничего страшного. Всё равно кладите вниз. Посмотрите, какая красота. Аромат вообще обалденный. Что мы делаем? Пока горячее, быстро смазываем маслом. Вот так вот. Видите, она уже готовая, да? Можно уже так кушать. Она уже и так вкусная. Но для тех, кто, как и я, очень любит сыра и побольше, сверху для тяночести добавляем сыр твёрдый. Всё, и ставим на пару минут обратно в духовку уже на верхний уровень, ну, на средний уровень, чтобы сыр весь этот растаял на пару минут. Смотрите, он ещё, конечно, горячий. Посмотрите, он режется, как тортик. Настолько он мягкий. В идеале чуть-чуть надо дать остыть. Вот такая вот аппетитная получается штучка. Ребята, вы хотите его съесть? Покатуйте его, и он самый будет вкусный. Ну, а у меня всё. Надеюсь, вам всё понравилось. Попробуйте. Можно сверху без сыра, внутри тоже достаточно сыра. Но если хотите, чтобы тяночесть была и больше сыра, можете вот этот жёлтый сыр внутрь тоже положить, и сверху получится, как пирог. Можете вот так вот сделать. Вот, в принципе, хотела вам показать, какое тесто получается. Очень мягкое, быстрое. Если придут гости, то очень быстро его сделать. То есть, времени много не надо. Надеюсь, вам всё понравилось. У меня всё. Всем пока-пока. И покатуйте, он вкусный. Посмотрите, он ещё даже не остыл. Вот, минут 20, как я его испекла, даже 15. Он ещё тёплый. Уже нету половины. Так что, пробуйте. Очень вкусно. То, что она вот немножко внутри посыпалась, потому что она ещё тёплая, не окрепла внутри.